Вечером в воскресенье 1 октября на Варламовской дороге у дома 33 водитель Ниссана не учёл плохую видимость на дороге и не обратил внимания на предупреждающий знак «Дикие животные». Не сбавил скорость и в результате наехал на перебегающего через проезжую часть лося. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. После осмотра его отпустили домой. Животное погибло. К водителям хотелось бы обратиться, быть внимательным в тех местах, где установлены дорожные знаки, которые их оповещают о том, что на проезжую часть могут выйти дикие животные. У нас это актуально. В сторону 1 КПП 5 периодически животные убегают и частенько там случаются такие дорожные транспортные происшествия. 27 сентября на улице Железнодорожная 1 водитель Лады Гранты сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Потерпевшую госпитализировали. Всего за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 92 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. А вот полицейские продолжают принимать заявления от жертв мошенников. Сравчанка после телефонного звонка от липовых сотрудников банка перевела злоумышленникам 120 тысяч рублей. Способов выманить деньги у доверчивых граждан с каждым днём становится всё больше. К лицу приходит смс, проголосует за мою племянницу Соню. Гражданин переходит по ссылке и аккаунт в мессенджере сразу же получается взломлен. Злоумышленники пишут от его лица всему списку контактов, которые есть в телефоне, сообщение о просьбе моей помощи. Переведи мне 35 тысяч рублей. В таких случаях преступники присылают номер счёта, который не принадлежит человеку, от имени которого они пишут. Поэтому будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам. А если вам придёт сообщение с просьбой о материальной помощи, свяжитесь с человеком лично. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.